Сегодня Гомель означает свой 875-й день народжения. У этой хвилины святочные мероприемства протягиваются во всех районах областного центра. Принять у их удел и повиншовать город над Сожем с юбилеем приехали делегации городов по братиму и партнеров с пяти краин. Официйному старту святкования попередничала с встреча с керауниством Гомеля. Вызначены основные на керунке супрацовництва и у подтверждения намеров подписаны новые погоднения. Початок святочных подзей этого дня у репортажи Дмитра Якотова. Гомель – город с богатой историей и героичным минулым. Город, у яким шануюсь традиции, и упевненно рухаются наперед. До своего юбилея он подыходит с добрыми выниками социально-экономичного развития. У Гомеля зараз больше за 100 буйных и средних промысловых предприемств, которые наладили гандлевые суезы со 112 Украинами света. Все лета продукцию наших вытворцев у першиню на прилавках магазинов убачили джихары Боснии и Герцеговины, Черногоры и Люксембурга, Камеруна и Ливана. Особливая увага развитию супрацовництва с Китаем. У этой краине уже организованы вытворчасти по сбору техники Гомсельмаш. У восьми провинциях реализуется солодкая продукция фабрики «Спартак». Зусим худко у гандлевую сетку поступить и молочная продукция. На урожистом приеме керавництва Гарвы Канкама делегация с города Чэнду, якая у першиню приехала на день народжения Гомеля. Гости затекавлены у импорти сельско-господаршей продукции. «Сейчас из Чэнду отправляется и железнодорожный поезд в Чэнду Европу. Я думаю, что можно с помощью такого поезда направить эти товары из Гомеля в Чэнду». Сегодня у Гомеля установлены побратимские суети с большим 30 городами, с 13 краин. С российским Бранском наш областный центр связывает шмат годовые, тесные износины в шмат яких сферах. Сегодня заключены новые офицейные домовленности. Подписано погоднение об супрационисте по Межбранским городским советам народных депутатов и Гомельским Гарвы Канкамам. Так само в святошный день подписы поставлены в плане международных мероприемств по Межгомелям и Красносельским районам Санкт-Петербурга на 2017-2021 год. От себя лично, от жителей Красносельского района Санкт-Петербурга, хочу поздравить гомельчан с этой великолепной датой. Хочу пожелать, самое главное, здоровья, счастья, благополучия, процветания, оставаться всегда такими, мирного неба над головой, дружить дальше, продолжать, приезжать к нам в гости и вместе общаться, налаживать отношения. Официйный старт святкованию дня народжения Гомеля дадены на Центральной площади. Церемония открытия – видовищная и запоминальная подея. В масштабном шоу приняли уделка для 500 артистов. Яны представили историю города – самые значные эпохи, які покинули свой след и оказали уплыв на развитие субшастного Гомеля. Музычно-театрализованный пролог «Гомель юбилейный» рассказывая о предприемствах, организациях и ведомствах, які сёлита так само стали юбилярами. У их лику областная газета «Гомельская правда» и «Дярж автоинспекция». Культурное життё Гомеля завсёды было богатым, творшим, измястовным. У розные годы тут жили и працевали такие вядомые композиторы, як Александр Грацкий и Александр Буйнов. Тут свою деяность подшинал народный артист Беларуси Анатолий Армоленко. Их творшелёс был звязан из Гомельской областной филармонией, якая сёлита так само улику юбиляров. Устаной исполнился 50 год. Дорогие земляки, с праздником! На свято принято дарыть подарунки. У сквера имя Громыки после реконструкции запустили фонтан. А у сквера имя Дяржинского после масштабных работ открыли обновленный мемориальный комплекс. У Гомели так само заявился уникальный музей-друку. Яшы однознаковая падея отбылась непосредственно в день святкования Дня Города. Министерство Суэзи Республики Беларусь выпустило юбилейную марку тиражом у 40 тысяч экземпляров. И специальный штемпель памятного урочистого гашения. Его уникальностью тем, что он працует только один день. Из завтрашнего дня все марки, которые были погашены этим штемпелем, становятся коллекционным материалом. Их можно будет приобрести только в уголках филателиста. И с течением времени стоимость этой марки будет набирать свою цену. И, как правило, как показывает опыт, чем меньше марок погашены в этот день, тем дороже потом конечная стоимость этого продукта. Гомель ни наим гнение не спыняется у своем развитии. В городе над Сожем створаются новые вытворчести, будуются жилье, открываются установы. Город повстое пригожим и сучасным, утульным и комфортным для життя. У подтверждения этих слов признание на республиканском узровне. Перемога в споборнестве по социально-экономичному развитию и конкурсе по доброму порадкованию. И все это, конечно, не кто-то один. Это все гомельчане, это, безусловно, трудовые коллективы и просто наши жители, которые каждый в меру своих возможностей и способностей вносил вклад в то, что Гомель сегодня такой цветущий, бурно развивающийся город. Я хотел бы всем им сказать огромное спасибо и поздравить с этим юбилеем нашего любимого города. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отели радиокомпания «Гомель».